Кубы для скалолазания, детские городки и спортивные тренажеры появились во дворах советского района. Чтобы ребятишки не просиживали за компьютером, а проводили больше времени на улице, часть площадок отремонтировали, а часть построили с нуля. Но рассчитывать на такой подарок могут только те жители, кто по-настоящему его хочет. Об этом следующий материал. Хорошая, хорошая. Гравится. Гораздо лучше, чем раньше было. Да. Особенно скалодром крутой. Счастливые улыбки с лиц ребятишек не сходят ни на минуту. У них появилось огромное современное пространство для игр, о котором они и мечтать не могли. Прежде, чтобы поиграть, им приходилось бегать по чужим дворам. Даже простую горку можно было увидеть только на соседских площадках. Теперь наоборот. Вся ребятня бежит сюда. Вообще ничего не было. Дети ходили гулять у нас по соседним дворам. Я им очень сейчас благодарна и рада, что они попали в эту программу, что им сделали благоустройство. Все довольны. За исполнение мечты школьников взялись администрация советского района и компания «Русал». В 2023 году она не просто вложила деньги в благоустройство дворов, а увеличила сумму вдвое. 30 миллионов потратят на строительство с нуля и ремонт девяти дворов. Нам приходится выбирать, причем выбор падает, как правило, на ту территорию и на тот двор, который заявляется самостоятельно, который готовит самостоятельно свой собственный проект. Такая социальная инвестиция – просто спасение для тех, у кого нет возможности улучшить двор собственными силами. А в других программах по благоустройству слишком большая конкуренция. У нас дом маленький, всего 96 квартир. То есть денежек у нас мало. А гуляют здесь все. И только благодаря тому, что «Русал» пришел, мы получили такой двор. Совместная программа по благоустройству дворов идет уже пятый год. Объем направленных на эти цели средств компании составил почти 60 миллионов рублей. Есть, да, приоритетный район, в котором традиционно живет большое количество металлургов, который традиционно считается Кразовским районом металлургов. И поэтому мы уделяем особое внимание советскому району. Но нельзя сказать, что мы забываем другие районы. Также при участии компании сейчас преображается центральный парк. Новый сквер создается в Старой Покровке. В прошлом году в том же районе была заложена Яблоневая аллея и Сиреневый сквер в Октябрьском районе. Отреставрирован исторический квартал у центрального парка. Но главное, что все эти проекты дарят радость как самим детям, так и их родителям. Так уже осчастливились жители по адресам Ульяновский проспект 6 и улица 40 лет победы 10. Появилось намного больше развлечений, мафов для детей. То есть, если раньше у нас был только один городок и две маленькие песочницы, теперь у нас появилось два городка. Вот очень интересная лазалка, кубы для скалолазания. Ну и большая песочница под навесом, как мы хотели. Можно прятаться от дождя, от солнца. Очень стало удобно и красиво. Алифтина Сасова, Григорий Горячих, Дмитрий Комаров, 7 канал.